Всем привет! Это канал Кулфильм. У меня есть для вас еще одна история, которая может произойти в клевом мультфильме Зверополис 2. Идею для этого выпуска прислала Яса Камлагина. И еще я передаю пламенный привет Наде Найбурной Фантазии. Короче, погнали! Хочешь исследовать бесконечные просторы галактики на боевом космическом корабле? Тогда зарегистрируйся в бесплатной браузерной игре, которая называется Dark Orbit. Я вижу, что далеко не все могут найти ссылку на эту игру. Короче, ссылка находится в описании, в комментарии, в подсказках и даже в конце ролика есть вот такая вот кнопка. Игра реально классная. Регистрируйся. Итак, у Ника сломалась машина. И он решил вызвать такси. Вездесущий Джек Сэвэйдж решил отомстить рыжему лису за старые обиды. Он подъехал к полицейскому участку под видом таксиста. Наш герой не заметил ничего странного и спокойно сел в машину. Потом сказал водителю, чтобы он отвез его домой. Чуть позже Ник увидел идущего по дороге Финника. Лис попросил таксиста остановиться. Заплатил ему и вышел из машины. Он догнал своего старого друга. Потом они пошли в кафешку выпить за встречу. Джеку это было даже выгоднее. Когда Ник пьяный пошел домой, то его перехватил этот коварный кролик и увез на плотину. Добравшись до места, Джек скинул Ника вниз и уехал. Через несколько дней рыжего лиса выбросило на берег. Местные жители нашли его в бессознательном состоянии и привезли в больницу. Когда личность Ника была установлена, врачи позвонили Буйволсону и рассказали ему о том, что произошло с их сотрудником. У Ника было тяжелое сотрясение мозга. Первой в больницу приехала Джуди, а потом и все остальные подтянулись. Морковка просидела с Ником несколько дней, пока он не пришел в сознание. Когда Ник открыл глаза, он спросил, кто вы. Джуди была в шоке. У лиса полностью отшибла память, но крольчиха не сдавалась. Когда Ника выписали из клиники, Джуди в любую свободную минуту рассказывала своему рыжему другу о том, кто он такой. Но Ник все равно ничего не мог вспомнить. Джуди дала ему свою ручку-морковку и включала записи с важными событиями, которые она записывала на диктофон. Ник сказал, что когда-то я что-то такое говорил, но очень плохо помню кому. Он спросил у полицейских с работы о том, что у него было с Джуди. Коллеги ему в подробностях описали его роман с морковкой. Однажды, возвращаясь домой, Ник увидел то самое кафе, где когда-то признался Джуди в любви и вспомнил все. Он прибежал к Джуди, но дверь была заперта. Соседи сказали, что Джуди не выходила из дома. Ник вскрыл замок и открыл дверь. Зайдя внутрь, он увидел, что Джуди там не было, но балкон был открыт. Ник выглянул в окно и посмотрел наверх. На крыше дома стояла Джуди, смотрела на звезды и плакала. Она вспоминала о том, как ей было раньше хорошо с Ником, а теперь он все забыл и потерял к ней интерес. Ник незаметно подкрадывается сзади, обнимает Джуди и говорит, что все вспомнил. Они признались друг другу в любви и поцеловались. Джек все это видел и сильно злился, потому что ему так и не удалось угробить никого из них. Плохой кролик подкарауливал наших героев в квартире. Через несколько минут завязалась драка. Ник ударил Джека по голове и тот отлетел назад, а потом грохнулся с балкона. Чуть позже его задержала полиция. В итоге Джеку впаяли 10 лет за два покушения на жизнь Ника. А ты хочешь исследовать бесконечные просторы космоса на боевом звездолете? Тогда зарегистрируйся в бесплатный браузер на игре, который называется Dark Orbit. Ссылка находится в описании. На этом все. Всем удачи, всем пока. Ставьте лайки Азаза, подписывайтесь на наш канал и ждите новых роликов. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok